Всем тихой ночи! В нашем традиционном голосовании победил сборник историй по SCP или хаб Адастра Пераспера, который является продолжением хаба церкви второго хитота. Возможно, дело в том, что голосование происходило под видео про второй хитот, кто знает. Хотя Адастра оказался не столько продолжением, сколько историей, которая объединяет вместе несколько других хабов и соединяет в единое целое огромное количество рассказов о SCP-объекте. Адастра состоит из небольшого введения и трёх основных глав. В введении нам предлагается прочесть три текста. Первый — это SCP-4774, девятая планета. В объекте идёт рассказ о том, как фонд проверяет существование гипотетической, необнаруженной планеты в Солнечной системе, аномальное свойство которой в том, что любой, кто задумается о ней, приходит к строго определённым выводам о её местоположении и характеристиках. Даже если такой человек совсем ничего не знает о космосе и планетах, само описание объекта полно деталей деятельности фонда в космосе. И главное, что мы узнаём, что организация SCP создала некий двигатель искажения Лэнга, который позволяет путешествовать на огромные расстояния. При этом он не слишком-то хорошо управляем. В объекте упоминается случай, когда при подлёте к предполагаемой планете произошёл сбой в системах корабля, и незапланированная активация двигателя привела к тому, что экспедиция переместилась далеко за пределы Солнечной системы. Обнаружить планету так и не удалось из-за того, что все экспедиции в точку, где она должна находиться, терпели неудачу, по самым разным причинам. Было выдвинуто предположение, что организация имеет дело скорее с мощным меметическим явлением, чем с реальным космическим телом. Второй текст это SCP-3841. Исследуя космос, фонд у звезды Лейтона обнаружил планету, на которой возможна жизнь. Однако, прибыв к ней, космонавты фонда нашли там только мёртвое и полностью стерильное космическое тело. В ходе исследования планеты было выяснено, что там совсем недавно существовала развитая цивилизация, но случилась катастрофа, после которой вся жизнь вымерла. Также на планете был найден колоссальный скелет в несколько тысяч километров в длину. Его кости состояли из материала огромной прочности, а сам он был настолько большой, что имел собственную гравитацию. Судя по всему, по нему было нанесено множество ядерных ударов, что скорее всего и привело к вымиранию жизни. Также фонд предположил, что одна из лун упала на поверхность планеты из-за того, что монстр изменил её гравитацию. Третья вещь, которую предлагается прочесть, чтобы понять, что тут вообще происходит, ну или ещё больше запутаться, это не очередной объект, а файл администрации по архивной информационной безопасности SCP. Вернее, это просто листок бумаги с рукописным текстом, найденный у умершего от неизвестных причин учёного фонда. Из него можно понять, что в недрах лаборатории SCP был создан искусственный интеллект, способный ориентироваться в космосе и управлять всей космической техникой, основанной на аномальных явлениях. Но с ним что-то пошло не так. Искусственный интеллект начал бесконтрольно копировать себя, то есть каким-то образом стал вирусом. Да и то, что автор записки умер, тоже несколько странно. Эти три куска из абсолютно разных частей временной линии хаба. То есть изначально авторы как бы дают нам три кусочка пазла из разных частей повествования. Выглядит необычно. Адастра пересекается с кучей мелких хабов. Например, первая же история первой главы относится к маленькому хабу группы Fugged About, что можно перевести примерно как «Зобудь об этом». Первая же история представляет собой публичный документ, некой в Институте Астролябии, из которого мы узнаем о монстрах, чудовищах, которые вселяются в обычных животных, предпочитая собак, извращая саму их суть и превращая их в ужасных порождений ада, которые к тому же оказываются наделены способностями метически влиять на людей, заставляя испытывать какие-то чувства или, например, забыть встречу с ними. Документ, судя по всему, доступен любому желающему. Да ещё и в нём написан телефон, куда звонить при встрече с монстром. То есть выходит, что в мире этого хаба секретности уже нет. Секретности нет настолько, что даны рекомендации для местных властей, как убивать этих тварей. История продолжается в SCP-3848. Этот объект заключается в том, что люди массово забывают о каком-то существующем явлении или событии по необъяснимым для фонда SCP причинам. Ну, в смысле не потому, что фонд SCP стирает кому-то память, как это обычно бывает, а по непонятной причине. При этом в некоторых случаях люди забывают не только отдельные события, но и целые концепции. Как-то раз жители целого города забыли, что нельзя убивать других людей. Исследование этого явления выявило, что оно связано с появлением животных из объявлений Института Астролябии. Однако дальнейшее изучение вопроса дало пугающий результат. Это не те странные животные стирали воспоминания о встрече с ними. Вернее, не они сами. Это делало миметическую сущность, возможно, поразившая весь мир. Она же и искажала тела животных. А еще этот объект примечателен тем, что в нем есть отсылки на хаб сорванного маскарада, как бы намекающие, что мир Адастра это тот же самый мир, что и сорванный маскарад. Далее нам предлагают читать SCP-3484. Однажды фонд приобрел книгу, изданную в середине 19 века. Это справочник по анатомии, изучая который, можно приобрести аномальное свойство – совершение хирургических операций без каких-либо инструментов. Люди, подвергшиеся влиянию книги, оказываются способны буквально разбирать людей и собирать обратно, только лишь думая об операции. Фонд исследовал природу этого явления, и оказалось, что книга работает меметически, буквально мемами разделяя плоть человека, как бы дико это ни звучало. Объект интересен тем, что в нем есть ссылка на SCP-001. Да, в разных мирах мультивселенной SCP-001 объект разный, и то, какой именно в определенном мире первый объект, может многое объяснить. Таким объектом в мире Адастра является SCP-001 под названием «Нормальность», суть которого в том, что в этом документе описывается то, что считается нормальным. Соответственно, все остальное нужно содержать. Одно время все шло хорошо. Вещи, согласующиеся с научными знаниями, признавались нормальными, а те, что выходили за рамки, назывались аномальными. Но затем в один прекрасный день появилось кое-что, что сломало эту систему. Фонд SCP столкнулся со случаем, когда один человек убил другого, посчитав, что тот не настоящий человек, а его тело состоит из кучи червей. Странного в этом было то, что люди, незнакомые с теорией заговора о людях-червях, видели просто мертвое тело. А вот люди, узнавшие эту теорию во всех деталях, видели именно кучу червей. Более того, для человека, который узнавал эту теорию, она становилась полностью реальной и нормальной, и некоторые из окружающих для них действительно становились людьми-червями. По-настоящему. Соответственно, узнавая об этой теории, сотрудники фонда, включая Совету 5, уже не могли отрицать ее нормальность и реальность. В общем, в мире Хаба Адастра, кроме космических полетов, рассекречивания аномалий, есть еще какие-то проблемы с меметическими сущностями. Итак, мир наводнился гротескными монстрами, а воспоминания людей начали спонтанно исчезать. Тут внезапно подсуетился МКИД, создав устройство, способное восстановить стертые воспоминания. Впрочем, фонд SCP в этом мире подсуетился гораздо круче, став вообще одной из крупнейших организаций на планете, крупнейшим промышленным и финансовым гигантом. Об этом уже было в видео про сорванный маскарад. И тут дело в том, что рассказ Paper Pushing, который об этом говорит, оказывается общим и для Хаба сорванного маскарада, и для Адастра, что в очередной раз говорит нам, что это один и тот же мир. А дальше уже идут события Хаба второго Хитота. То есть второй Хитот – это будущее мира сорванного маскарада. Вернее, вторая половина событий второго Хитота – это его будущее. И вот, пока вся эта хрень из Хитота происходила, фонд активно исследовал космос. И в ходе этого исследования узнал, что далёкий космос тоже имеет определённые проблемы с меметическими сущностями. На известных широкому научному сообществу планетах спонтанно появляются различные объекты, связанные с названием этой планеты. Явление это имеет номер 3070. Во второй главе фонд SCP, уже будучи главным промышленным гигантом Земли, собрал в кучу все космические аномалии, построил станцию на околоземной орбите и начал исследовать далёкие звёзды. Первым результатом такого исследования стал SCP-4790. Около Альфа Центавра был обнаружен целый заброшенный космический флот неизвестной цивилизации. И когда фонд попытался понять причину того, что космические корабли опустили, связанная информация пропала прямо из базы данных фонда. А вместо неё появилось одно слово – «Забудь». Подобных находок было несколько. В том же районе, то тут, то там попадались руины космических сооружений и станций. В холодной пустоте флот фонда ожидали и другие открытия. Номер SCP-4313 заняли останки гигантского межзвёздного существа, состоящего из октоплазма, которое было найдено далеко за пределами Солнечной системы. Астронавты фонда встретили ещё несколько разных космических существ, как в виде скелетов, как на той планете из видения, так и вполне себе живых. Не прошло много времени и наступил 2032 год, в котором фонд обнаружил первую нормальную, пригодную для жизни планету, высадка на которую немного убавила оптимизма, потому что, как оказалось, странная меметическая штука, видимо, дотянула свои щупальцы и туда, потому что на этой планете некогда была цивилизация, которая погибла. Планета была названа SCP-4547, а номер SCP она получила потому, что оказалось, что на ней некогда существовала организация, призванная защищать местное общество от аномалий, но она не справилась со своей задачей, из-за чего случилось сразу несколько событий, которые известны фонду как сценарии конца света. Кроме того, многие из существующих на этой планете аномалий оказались подозрительно похожи на то, что содержит сам фонд. Третья глава переносит нас уже в 2040-е годы. Человечество под предводительством фонда распространилось далеко за пределы видимой вселенной, но вот на Земле все не очень хорошо. В концовке второго хитота уже было понятно, что дела населения Земли довольно плохи, а хаб Адастра добавляет к этому, что явление SCP-3848, то самое, которое заставляет людей забывать о событиях, вещах и целых концепциях, начало погружать человечество в хаос, превращая население Земли в одно безумное дикое стадо. Потому SCP постепенно эвакуирует человечество из родного мира людей и начинает колонизировать космическое пространство, оставляя на планете лишь тех, кто поражал меметической заразой необратимо. Похоже, у этого видео будет еще и вторая часть, потому что там действительно еще очень много всего. Авторы этого хаба любят писать большие тексты. Много больших текстов. И как обычно, голосуйте в комментариях под этим видео за какую-то тему из мира SCP, про которую мы еще не говорили. За что будет больше голосов, то и будем обсуждать в следующем подобном ролике. Ну и да, вторая часть по Адастри будет в любом случае. За нее голосовать не надо. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok